Заезд нету, газа нету, свет тоже частный, хотя элементарно, можно же условия создать. Взрослую женщину чуть не унесло порывом ветра, смешанного с пылью и мусором. Здесь, где собрались возмущенные люди четырех микрорайонов Ленинкента, неблагоустроены улица, отсутствует канализация, перебой из подачи воды, газа и света. Первое письмо, которое пошло, адресован Салман Дудаеву. Обращались с 7 ноября 2019 года. Ни один не обращался, весь жамат. От имени жамат это все, подписание бумаги. Второе письмо, обращались начальнику управления ЖКХ Гусенову. Вот письмо, это было обращение тоже в 2019 году. Ноль реакции, никаких решений нет. Эти и многие другие обращения по благоустройству до Куспаринской улицы жители Ленинкента направили во все ответственные за решение проблем инстанции. Протяженность улицы 2,5 километра, она центральная. Людям обещали провожить здесь асфальт, но пока все только на бумаге. Зимой здесь резиновые сапоги мы ходили по 1,5-2 километра. Здесь нет ничего, абсолютно никаких условий. У нас здесь нет ни садиков, 50 человек вместимых садиков на 40 тысяч населения в поселке. У нас здесь нет вообще больницы. У нас поликлиника, она в плачевном состоянии. Если два человека пройдут по коридору, невозможно ходить. Первый быт на общине. Это мы живем в столице республики, это часть Кировского района. Проблем в этом микрорайоне поселка много. Но жители просят решить хотя бы один самый болезненный вопрос – с асфальтированием дороги. Оттуда по 2-3 километра до маршрута где-то развивается. По грязи. Пускай откроют, пускай асфальтируют нам от основных хотя бы улицу. Пускай маршрутки уходят отсюда. Пускай людям хотя бы условия чуть-чуть создайте. Ешь на эти деньги. В администрации города нам сообщили, что из-за сложности и объемности работ по асфальтированию и облагораживанию улицы до Куспаринской сдачу объекта перенесли на следующий год. Заложено на эту дорогу более 50 миллионов рублей финансирования. А на это уже средства как-то выделены? Предварительно, да. Сюда дорогу делать и необходимо просто делать. Да, она нужная дорога. Ну, учитывая то, что сроки, как говорится, уже конец года, в принципе, физические сделать просто не успеем. Поэтому, говорит, что принято решение главой города перенести ремонт дороги на будущий год. Представитель администрации отметил, что проблемы по благоустройству улиц с поселки решаются постепенно. За три года заасфальтировано четыре дороги, провожен водопровод и ливневая канализация на отдельных улицах. Жители четырех микрорайонов не теряют надежду на местную власть и готовы помочь ей в благоустройстве своего населенного пункта. Однако, если проблему не начнут решать, возмущенные или инкенцы намерены собраться уже на центральной площади. Куда смотрит это руководство? Василий, уважаемый, мы к вам обращаемся. Разберитесь всех. Хамзанур Магомедов, Мусас Алгиреев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, поселок Ленинкент, Махачкала.